Мода в Нью-Йорке, где представил свою коллекцию на весь мир. К 2022 году бренд N активно развивал розничные магазины и открыл три магазина в Москве, один в Казани, один в Екатеринбурге и два корнера в Нью-Йорке. Татарстан — это модно. Я и есть Татарстан. Спасибо. Светлана Олеговна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемый Руслан Наргалеевич. Я первый раз выступаю перед президентом, очень волнуюсь, поэтому простите за дрожащий голос. Хотя вы зашли с такой улыбкой, что волнение немножко спало. Расскажу немножко про наш бренд. В этом году нам исполнится пять лет. В 2018 году мы начали шить нарядные детские платья для девочек, потом нарядную одежду для мальчиков, потом и повседневную одежду. И в 2020 году, когда пандемия случилась, мы запустили первую взрослую коллекцию женскую. Она неожиданно выстрелила, хорошо стала продаваться. Мы фокус внимания, конечно же, перевели туда в большей степени. В 2021 году мы попали на неделю моды в Нью-Йорке, Нью-Йорк Fashion Week. Там мы представили коллекцию из восьми образов, шесть женских, два мужских. Коллекция с нашим брендом была опубликована во многих зарубежных СМИ. Самая известная, наверное, это Дедели Телегров, где мы были на главной странице. И наша юбка легендарная, юбка-пачка, с которой нас многие ассоциируют, была на главной странице. Вернувшись обратно в Казань, мы решили развиваться дальше. Открыли первый флагманский магазин в Казань Mall в Казани, в мега-белая дача в Москве. 2022 год был сложным тоже опять, не успев выдохнуть после пандемии. Случилась следующая ситуация. У нас онлайн-продажи упали в два раза, нужно было заместить выпадающую выручку. Мы открыли еще два магазина в Москве. И в конце 2022 года посмотрели в сторону маркетплейса. Мы зашли сначала на Валберес, успешно там прошли тестовый период. Сейчас вышли еще и на Озон, и на Ламоду. И я хочу поблагодарить, что вы даете возможность, что есть такие меры поддержки государственные, потому что фонд предпринимателей помог нам микрозайм, когда ни один банк нам не давал, и мы смогли запустить магазин. Мы готовы с гордостью нести имидж нашей республики, и делаем это по всему миру, и не только в России. И есть, конечно, такая просьба, чтобы все-таки торговые места, которые есть, вот, например, у нас сейчас в Казань, мы в Казань-Моле находимся, на первом этаже у нас магазин, чтобы они сохранялись за нами, было какое-то преимущество для локальных брендов, потому что мы сейчас выходим на переговоры с ними, и на следующий год нам нужно продлевать контракт, и они, конечно, пока не очень хотят этого делать. Вот хотелось бы в этом... Минторговля, Минпром здесь, да? Да, да, да. Ага, Олег, надо будет торговые сети пригласить, ну, конечно, для наших производителей, чтобы вот эти места отстаивать, собрать заявки и с этими руководством этих торговых точек провести. Мы вообще все наши товарные марки продвигаем по нашим сетям и предлагаем выйти на федеральный уровень. Ну, вот эти федеральные сети, ну, мы ничего лишнего не просим, чтобы их месторасположение было такое привлекательное. И вообще надо поручать, чтобы мониторили, как какая торговая сеть там выделяет для наших предпринимателей места. Мы же не просим, есть там установленная у них стоимость. Главное, чтобы на хороших местах они... И наши товаропроизводители, ценник отмечается с Диомов в Порстане, во многих сетях. Давайте с Диомов. Хорошо, спасибо. Ты же, это детский, у тебя детей много, пять, поэтому будешь заказывать заказчикам и визитку свою дать. Да. Получить дискотную карту. Спасибо за внимание, спасибо большое. Будем помогать, вы большой молодец, и двигайтесь, и дальше. Да, мы не унываем, держимся. Вот я увидел у вас вот этот талант, у нас же сейчас это исламский халяльный образ жизни, моды эти. Вы тоже, как бы, вот этот крен тоже возьмите. Мы делаем в коллекциях, выходят закрытые одежды, которые подходят. Да. Вот я думаю, что это тоже хороший бизнес. Успехов вам. Спасибо. Алексей.